Слава нашему Господу! Шестнадцатая глава, с тринадцатого по семнадцатого стиха. Придя же в страну Косарии Филиппо, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Кресителя, а другие за Илью, а иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Сим, ты, Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Иоанин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Я думаю, что это место для всех очень давно уже знакомо. Но до сегодняшнего дня люди задают вопрос о Боге, о Иисусе Христе. Кто Он? До сегодняшнего дня люди спрашивают, кто Он? И когда мы видим здесь, Он говорит, за кого люди почитают Меня, за кого те, которые не верят во Мне, те, которые далеко от Меня, за кого они почитают Меня? И вот этот вопрос сегодня мы с вами должны видеть и знать, что в нашей жизни Он часто мы задаётся или встречаем. Во все времена люди задавали этот вопрос, но мы никогда Бога не можем ощущать, или, как говорится, взять на вкус, на запах, на слух, на ощупь или глазами даже видеть. И Иисус Христос не из металла, не из камня, не из дерева, чтобы мы могли Его взять и в лабораторию сказать, вот, это есть Иисус Христос. В Иисуса Христос надо просто-напросто верить, что Он есть. Надо верить, что Он есть. Потому что, когда смотрим, Иисус Христос не писал ни одной книги, не писал ни одной книги, но ни одна библиотека в мире не сможет вместить все те книги, которые бы написаны были за всю историю человеческую, за... про Иисуса Христа. Сегодняшний день нету ни одного, можно сказать, учебного заведения, которой могла бы столько сказать и столько говорить о Иисусе Христе, сколько говорит Библия о Нем. И Библия, кажется, одна книга, но до сегодняшнего дня люди проповедуют и проповедуют, и никогда, и до пришествия Иисуса Христа, вся Евангелие и Библия не будет проповедана. Мы имеем, откуда проповедовать. Мы имеем, откуда говорить о Христе. Он не закончил никакое, никакое учебное заведение. Он не закончил институт, медицинский институт. Но сколько Иисус исцелял в своей жизни. И сколько Он исцелял. И не только исцелял, но и воскрешал. Вы знаете, Иисус Христос – это есть Сын Божий. И когда люди говорят, кто Он есть, и когда люди задают вопрос, кто Он есть, просто-напросто нужно людям говорить, что должны верить в Иисуса Христа. должны верить. Потому что, если мы ограничимся на то, что мы слышим своими усами и видим глазами своими, мы никогда не сможем знать или видеть Его. Люди мира сего и ученые мира сего хотели бы знать о Иисусе Христе, хотели бы видеть Его. И сколько ученых, сколько грамотных людей сегодня говорят о том, что Иисус Христос была Личность. И все, и больше ничего. Но мы говорим христиане, что Иисус Христос – Сын Божий. Он был Личность. И вот смотрите здесь, что написано. Что, придя же в страны Кесарева и Филиппа, Иисус спрашивает учеников своих, за кого люди почитают Меня. И смотрите, что написано дальше. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков. Это люди почитают Иисуса Христа. Если говорим, что за Иоанна Крестителя или за пророка любого, нас ничем не обязывают. Ничем. Просто пророк. Пророк. Ну и что? Пророки были. Пророку не нужно поклониться. Пророку не нужно служить. Если почитать за пророка, но, увы, Христос, то есть, идет дальше и спрашивает, говорит, а кого, за кого вы почитаете Меня, вы, Церковь, Иисуса Христа, сегодня за кого мы почитаем Сына Божьего? И Он не пришел в этом мире научить людей, как править этим миром, как сделать бизнес в этом мире. Но Он просто-напросто учил людей, как спасаться, как жить благочестиво. И если мы скажем сегодня, что Иисус Христос пришел, чтобы учить другое учение, мы не находим на странице Священного Писания, потому что Он пришел учить людей просто-напросто, как жить для Иисуса Христа, как достигнуть Царства Божьего, как жить правильно, как жить святой жизнью. Иисус Христос многие вещи не запретил, кроме тех, которые были греховные. Но Он держал Свою миссию. Он всегда говорил о том, что нужно жить благочестиво, нужно жить свято. Смотрите, за кого почитайте вы меня? И Симон Петр отвечает, Ты, Христос, Сын Бога, живаго. Ты, Христос, Сын Бога, живаго. Это Сын Божий, Который сегодня является живым и вечным Богом в нашей жизни. Друзья мои, давайте мы посмотрим, кто есть Иисус Христос, какое учение Он принес. И какое учение, говорит, или принес в этом мире мир сам. И я вам хочу сказать, что когда Антихрист придет, он не будет искать Мухаммеда, или будет выдавать себя за Мухаммеда, или за Буду, он будет выдавать себя за Иисуса Христа. Почему? Потому что Христос есть Тот, Который управляет нами. Друзья мои, Иисус Христос имеет, можно сказать, такое, как мы говорим в этом мире, не очень-то понятную философию или учение. Он говорит, блаженные нищие духом. Когда мир иначе говорит. Блаженные нищие, вы знаете, блаженные плащущие. Друзья мои, кто желает плакать, или кто любит плакать, но Иисус Христос говорит блаженные. И если смотреть сегодня, что Он говорит о блаженстве, и люди все-таки служат Иисусу Христу. Сколько людей последовали за Ним, сколько людей как в церковь сегодня служат Иисусу Христу. Он говорит, смотрите, кто ударит тебя по правой щеке, положи вторую. Докажи Ему. Докажи, что ты больше научился на этой земле. И вы знаете, когда мы смотрим на все вот это, что учил Иисус Христос, и мы говорим, неужели этим учением Он мог достигнуть столько людей в этом мире. Очень много людей, очень много последователей Иисуса Христа, которые шли за Него все времена и которые идут и сегодня. Друзья мои, если мы хотим, чтобы служить нашему Господу, если мы хотим идти за Ним, надо посмотреть точности, кто Он есть. Потому что Петр говорит, ты Христос, Сын Бога живого. Ты Христос. Друзья мои, в этих словах в Иисусе Христе заключается очень многое то, чем мы не можем достигнуть нашим разумом и умом. Потому что Он говорит, будьте всегда святы. Вы знаете, Иисус Христос есть Тот, Который призывает нас. Есть Тот, Который хочет, чтобы мы шли за Ним и понимали, что Он есть Тот, Который дает жизни вечной. Есть Тот, Который прощает, есть Тот, Который милует, есть Тот, Который приходит на помощь нам в нужное время, в трудное время. Хотя мы с вами бывает, когда мы, может быть, и не заслуживаем, но Он приходит, потому что на сегодняшний день Иисус Христос есть Сын Божий и есть Тот, Который входит в наше положение, в нашу жизнь, входит и видит, как мы живем с вами на этой земле. И только благодаря тому, что Он есть Сын Божий, мы сегодня являемся Его детьми. Являемся Сынами Бога живого. Поэтому блаженны мы, когда с вами верим. И просто верить надо. Сколько люди задают вопрос, почему есть Иисус Христос и есть Сын Бога? Почему мы встречаем, что такие случаи или моменты с верующими людьми? Они тоже болеют, тоже встречают трудности, но в то же время мы видим, что Он дает нам жизнь вечную. И Он не смотрит на то, как мы сегодня живем или как мы сегодня переживаем, или можно сказать еще, как мы чувствуем сегодня, но Он смотрит все-таки вдаль и смотрит и хочет видеть нас спасенными, хочет нас видеть теми людьми, которые угождаем Богу и будем с Ним вечно. Братья и сестры, поэтому во времена Иисуса Христа задавали этот вопрос, сегодня задают этот вопрос. И во все времена люди задавали один же тот вопрос, кто же Он? Кто же Он? Поэтому мы, братья и сестры, те, которые последовали за Него, и от пришествия Иисуса Христа на земле до сегодняшнего момента миллиарды людей, можно сказать, миллионы, миллиард может быть людей были последователи Иисуса Христа, которые шли за Ним, которые служили Ему, которые поклонялись Ему, поэтому и мы с вами знаем о том, что Иисус Христос есть Сын Бога, живого, и будем Ему поклоняться, будем Ему служить, будем Ему постоянно воздавать славу, честь и поклонение, ибо Он есть Тот, Который спасает нас за все хвала Ему, да будет и слава, и честь вовеки. Аминь. Аминь. Болимся. Боже, вечный сей.